Привет вам любители комиксов и сегодня у нас Дэдпул, а именно Дэдпул Минибас. На русском языке, кстати говоря, я подумал, что у нас довольно много на канале серьезных комиксов и можно иногда разбавлять выпуски, обзоров, в том числе и различными юмористическими темами или каким-нибудь трэшем. До трэша мы еще дойдем, а пока посмотрим на сборник мини-серий о Дэдпуле. Сборник номер один, к слову. Так выглядит обложка, так выглядит корешок и так выглядит задняя сторона книги. Что у нас сюда входит? У нас сюда входит много всего, а именно Дэдпул уничтожает вселенную Марвел, выпуски с первого по четвертой, Дэдпул уничтожает литературу с первого по четвертой выпуски, Дэдпул уничтожает Дэдпула с первого по четвертой выпуски, Дэдпул против Карнажа первой четвертой выпуски и Ночь живого Дэдпула, тоже с первого по четвертой выпуски. По Дэдпулу у нас выходило довольно много всего в России Почему-то Дэдпул довольно популярен Ну, в принципе, понятно почему Особенно это было хайпом, когда выходил соответствующий фильм И к его выходу, и до него, и после него Комиксов о Дэдпула на русском языке появилось очень много Мне кажется, это, наверное, герой, который по количеству комиксов Может сравниться с тем же самым Бэтменом, Человек-пауком Наверное, мало по кому еще выходило столько комиксов, как по Дэдпулу на русском языке Я считаю Дэдпула довольно спорным персонажем У него есть серии, которые весьма интересные, весьма любопытные Которые можно почитать Но в своей массе это довольно такое Проходниковое, как по мне, чтиво Но оно может быть интересно в тех случаях, когда ты хочешь почитать что-то От чего могут отдохнуть мозги Чтобы не напрягать голову, не пытаться искать какие-то очень серьезные умные мысли Философию какую-то И прочие такие заковырки Когда ты хочешь просто разгрузить мозг, расслабиться Вот это самое то В том числе и мини-бусы Которых на сегодняшний день в России вышло два А в Америке их, по-моему, уже четыре И если я ничего не путаю У нас вышло вот первый и второй мини-бусы А в Америке есть нулевой И четвертый Вот Так что Может быть когда-нибудь мы их тоже на русском увидим Но даже этих двух достаточно, чтобы, в общем-то, провести Для себя какую-то параллель с тем, что понять, насколько это будет интересно, неинтересно Насколько нравится, не нравится такое вам чтиво И стоит ли вообще уделять внимание этот полу дальше Помимо этого выходили еще довольно жирный омнибус Дэдпул и Кейбл на русском языке Это был, по-моему, первый толстенный омнибус на русском языке Который вообще издавался И второй омнибус после Человека-паука Оттуда Макфарл именно Но я могу ошибаться, это было давно Но вот мне кажется, что это было именно так Также выходил тоже толстенный омнибус по Дэдпулу Просто по Дэдпулу Я вот сейчас понимаю, что он начинает что-то тупить И забыл, зачем он авторством был Но это не страшно Мы тоже до этого омника дойдем И как раз-таки на него конкретно посмотрим Все обсудим И я точно вспомню, кто там автор Потому что взял в руки мини-бус Дэдпула И, как и сказал, мозг перестал работать Резко Ну, тем не менее, тем не менее Познакомиться с Дэдпулом можно Он слегка трэшовый Он местами странный Придурковатый Местами забавный А местами даже интересный бывает Первый мини-бус я прочитал Мне в целом он показался неплохим Какие-то выпуски более интересными Какие-то менее Но в целом понравился Кстати, вот про Дэдпул и мертвецов Как бы, да, это серия Ну, очень-очень напоминает Да, всеми своими даже кадрами Некоторые постановочными Отсылки к ходячим мертвецам К пробуждению Рика И вот про первые там Выпуски, как Рик Пытается вообще Понять, что происходит Довольно забавно Это все выглядит Вот Так что Так что в целом неплохо Второй мини-бус я прочитать Так и не успел Все время находились какие-то другие Дела, другие комиксы Но, тем не менее Тоже до него рано или поздно я дойду И про него вам расскажу Оригинально, что Все в черно-белых тонах Опять же, с отсылкой к Оригинальному комиксу Киркмана Но сам Дэдпул у нас в цвете Так, ну и мы дошли до допов Допов тут, в принципе, положили прилично Сценарий Обложки Наброски, точнее, к обложкам Описание идеи Концепты обложек Дизайн обложек Ну, в этом смысле, конечно Довольно прикольно За этим всем посмотреть Понаблюдать Я, правда, не знаю Есть ли сейчас в свободной продаже Данное издание Все-таки выходило оно довольно давно Но, тем не менее Думаю, что на каких-нибудь барахолках С большой вероятностью Его можно найти Ну, что ж Вот таким получился Обзор Дэдпула Минибус Первого тома А у меня на сегодня все И увидимся в новых обзорах Субтитры сделал DimaTorzok